Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда в это время мы встречаемся с бизнесменами, с нашими соотечественниками, которые рассказывают нам увлеченно и интересно, рассказывают нам, как они делают этот самый бизнес. Сегодняшняя тема бизнес продюсерских центров. И в гостях Игорь Сандлер, основатель и совладелец продюсерского центра и студии звукозаписи SI Records. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему разговору. Для этого у вас есть телефон прямого эфира 6510 99,6, код Москвы 495. Также есть сайт компании финам.фм. Все это, всем этим вы можете воспользоваться, чтобы позвонить или написать свой вопрос Игорю. И наверняка он вам на него ответит. Ну что ж, а мы начнем наш разговор. Итак, Игорь, как так случилось? Тем более за эфиром вы мне рассказывали, что вы занимаетесь разными видами бизнеса. Как так случилось, что вы занялись еще и продюсерским бизнесом? Расскажите, пожалуйста. Ну, на самом деле изначально вообще во мне сидел всю жизнь музыкант. Вот там он то выползал наружу, это внутреннее мое я и внутреннее мое начало. То уходил вглубь, то опять наружу. Но сейчас, последние годы, наверное, это самое мое любимое и самое основное дело, станет в ближайшее время, я надеюсь, уже точно, именно занятие музыкой, занятие продюсированием, студия звукозаписи и все, что связано с музыкой. Но с музыкой в хорошем смысле слова, потому что громадному сожалению, в России под эстрадой, под музыкой понимают то, что для меня называется совершенно другими словами, но никак к музыке не относящимся. То есть, в принципе, и бизнес, связанный с продюсерством, с продюсированием, по-русски правильно сказать, тоже он как-то выглядит не очень цивилизованным, если вы продюсируете ту же самую российскую эстраду, правильно я понимаю? Ну, немножко даже вы смягчили, видимо. Вы человек деликатный. Я буду стараться смягчать у нас эфир все-таки. Потому что я бы сказал, не очень, а очень не цивилизованно у нас проходит продюсирование и вообще у нас шоу-бизнес так называемый. Там нет ни шоу и ни бизнеса. Поэтому это все, в общем-то, за уши притянутые понятия. Шоу у нас нет, потому что у нас как таковой качественной музыки она практически не существует за малым исключением. А бизнес, он такой примитивный, в общем-то, каменного века. То есть, как бизнес... Деньги, да, деньги люди колбасят серьезные, серьезные деньги колбасят. Но это все не цивилизованным и примитивным путем, к сожалению. Ну, тем не менее, вы же вот в этом бизнесе тем не менее остались, да, вы в этом бизнесе присутствуете. Да, я присутствую, но вернее, я себя сейчас все больше и больше к этому хочу отнести, но для меня первоначально все-таки качество во всем. все, чем бы я ни занимался, для меня главное качество первое. Второе, индивидуальность, не быть похожим на соседа и не быть вторым никогда. Я всегда по жизни старался быть первым и делать то, что не делает никто. Это еще началось в те далекие 70-е, когда ну, у меня я 17 лет учился музыке, у меня 7 лет музыкальной школы, 4 года музыкальное училище, 5 лет консерватория, дирижерский факультет и год подготовительный, это 18 лет. А вот потом, когда я уже... Московская консерватория? Не, Саратовская, я из Саратова родом. А потом, когда я уже работал в группе интеграл, тогда это был взрыв, вообще подъем рок-групп, это еще конец 70-х годов, мы первая рок-группа в СССР была, которая Барри Алибасов тогда умудрился пробить такое название рок-группы, тогда в Министерстве культуры они просто не поняли и не понимали, что это такое, но буквально... Что за приставка такая? Да, что за приставка рок, но в ближайшее время у нас ее отняли, когда они разобрались в чем суть. насколько я помню, все было достаточно инфантильно. ВИА, да? Вокально-инструментальный ансамбль, оно абстрактно, аморфно и разбыто. Что такое? Вокально-инструментальный и никак, вот-вот-вот. Вот для меня вокально-инструментальный ансамбль вообще было бы неприемлемо, потому что я ну не любил вот эти слащавые, сладенькие песни, но те слащавые, сладенькие песни по сравнению с тем, что сейчас, это кажется уже произведением искусства, потому что это действительно там хотя бы была мелодика, хотя бы гармония, они запоминались, они жили по несколько лет эти песни, несколько десятилетий даже. Да сейчас мы с удовольствием слушаем и поем, конечно. Но тогда это было... Тогда действительно сильные музыканты шли в вокально-инструментальный ансамбль работать, но меня это, тем не менее, абсолютно не привлекало. Меня все-таки привлекала рок-культура. И вот в группе «Интеграл» я проработал четыре года, но хочется отметить, что почему все-таки меня и там не устраивала даже в «Интеграле» обычная работа как рок-музыканта. Даже в те годы, когда самое время было чем длиннее волосы, тем лучше, хиппи, ну просто это было первый показатель, что ты рокер, ты длинные волосы, все. Но меня это тоже перестало устраивать в один момент, и почему-то я вот решил, вот я пойду в пику, я всегда плыву против течения. Дай-ка я побреюсь на лысо вообще. А лысые тогда ходили только зэки, новобранцы, и до меня были лысые это Хрущев и Котовский. Сейчас куда ни плюнь. Знаменитые лысые. Не надо плевать только, потому что на всякий случай. А то я сейчас в вас буду плевать. В первую очередь в себя, в зеркало. Но мне почему-то показалось, что вот это надо пойти опять на перерез всем, и я в общем-то первый в СССР, я надеюсь, я может думаю и шире, и в Европе, побрился и на сцене вынес такой образ, как как у Котовского. Это было в Анапе в 80-м году. Как-то мы с другом с моим с гитаристом приехали в Анапу на гастроли, расселились в номерах, мы с ним бутылочку водочки выпили, и он мне, я что-то ему вдруг говорю, вот пойду утром и побреюся утром на лысо. И он говорит, нет, не побреешься, давай на три бутылки там коньяка поспорим, поспорим. Утром сбрил. Иду, да, иду, обратно по лестнице поднимаюсь в гостиницу навстречу Али Басов. Он, Сандлер, ты сошел с ума, ты мне все шоу сорвешь, начал там кричать, ругаться. Парик не предложил? Нет, я говорю, Барри, не волнуйся, через 2-3 месяца образцу, все будет нормально. А вечером у нас концерт в Анапе, в большом концертном зале. И когда я там лысый бегал вокруг клавиш, ногами играл, делал шоу такое грандиозное, и весь зал, когда в конце концерта встал и начал скандировать «Лысый, давай, лысый, давай». Это успех. Да, и вот тогда Барри прямо на концерте подбежал и сказал «Так, закрепили образ, никаких обрастаний». Тогда все и началось. Ну, это я к чему рассказывал, что мне всегда хочется быть неординарным, необычным и выделяться из толпы. Но что касается, если мы вернемся опять сейчас к продюсированию, то сейчас как раз то время, когда все, да и уже давно это идет, это время уже последние 20 с лишним лет, когда все наоборот пытаются быть абсолютно похожими друг на друга, абсолютно одинаковыми, и на самом деле это угнетает и ну просто для творческого человека это, наверное, не очень. Это деградация, это реально деградация. Ну, с другой стороны, если все хотят быть, ведь я, если позволите, Игорь, я иначе как-то, да, посмотрю на это дело, не думаю, что все хотят быть похожи друг на друга, просто все идут по проторенной дорожке, наверное, да? По проторенной дорожке зарабатывания денег. Никто не хочет быть одинаковым, а вот Дима Билан поет такую песню, он популярный, но я хочу такие же песни быть и таким же быть популярным. И так же выглядеть. И это же дорога в тупик, потому что ты не можешь быть вторым Димой Билан. Я ни в коем случае, это именно это не в самом хорошем смысле слова, да. Биланы, Биланы, да? Биланы, да, да, да. Или Киркоровы, да. Вот так вот. Я понял, но опять-таки можно говорить о том, что все же эта похожесть, она, наверное, оправдана, потому что действительно люди хотят прежде всего зарабатывать денег, они в меньшей степени думают о творчестве, они в меньшей степени думают о том, да, что там о них думают посторонние, да, какие они останутся в истории, и просто вот, как вы с самого начала сказали, рубят бабло. У нас, к громадному сожалению, в России чем пошлее, тем пошлее, чем хуже, тем лучше, а народ схавает. Вот такие поговорки, они меня просто, ну, убивают, если честно. Под ними ездить что-то, ведь он уже действительно делает это. Ну, под ними серое, серое бабло вот это вот, которое манит, как магнит, к сожалению, и развращает народ, потому что для меня, еще раз говорю, для меня, в моем продюсерском центре, первично, это музыка. Чем мы сейчас занимаемся? Мы сейчас по всей России собираем талантливую молодежь, талантливых детей, талантливых музыкантов, которые играют прогрессивную музыку, прогрессивный джаз, прогрессив-рок, альтернативный рок, классику, фолк, но самое главное, чтобы это было в необычной форме, чтобы это было интересно музыкально. Мне прежде всего интересует гармония, мелодика, звукоизвлечение. Мне не важно даже текст для меня на втором плане, потому что я музыкант первоначально. И мне интересно музыка. Ну, вы не ставите на первое место то, чтобы это обязательно должно отличаться от того, что мы видим повсеместно. Обязательно. Смотрите, для меня первый критерий — это качество. Это должна быть музыка, в хорошем смысле этого слова. Так вот, в том году мне... Игорь, мы сейчас прервемся, потому что у нас время новостей. Конечно, конечно. Послушаем новости, а потом, конечно, продолжим разговор. Итак, друзья, продолжаем. Продолжаем бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Наша тема сегодня — бизнес-продюсерских центров. И в гостях — Игорь Сандлер, основатель и совладелец продюсерского центра и студии звукозаписи ASI Records. На всякий случай, я напомню, у нас есть возможность присоединиться, у вас, точнее, уважаемые слушатели, есть возможность присоединиться к нашему разговору. Телефон 1651099,6, код Москвы 495 и сайт компании финам.фм. Звоните, задавайте вопросы и пишите письма, что называется. Игорь, продолжим разговор. У меня, собственно, такой стратегический, что ли, вопрос к вам. А что это за бизнес-продюсерский центр? Вообще, чем занимается этот самый продюсерский центр? Я до сих пор этого не совсем понимаю, честно говоря. Ну, на самом деле, вообще, что такое... Ну, если это как бизнес работает, то, безусловно, это зарабатывание денег. У меня, в данном случае, больше стратегически это построено, чем тактически. А вообще, в принципе, это, как обычно, подписывается контракт с каким-то молодым коллективом или молодым исполнителем, или немолодым. Или немолодым. Да. И вкладываются в него деньги на определенное количество лет подписывается контракт. И вот эти годы в разных пропорциях, 50 на 50, или 80 на 20, или 90 на 10, как договорятся, артист должен работать на человека, который вложил в тебя деньги. Но в России, к сожалению, ни законы, не работают ни музыканты, ни того уровня, чтобы соблюдать контракты. И поэтому это очень часто не работает. Но есть... Не работает контракт именно. Контракт не работает, музыканты не работают. Если человек взлетел там за полгода, его действительно вложили деньги, раскрутили, бывает у него распальцовка пошла, и он там начинает себя понимать, что он-то крутой, действительно. Он уже забывает, кем он был полгода или год назад, и понимает, что это он, оказывается, гений. А вот продюсер, ну подумаешь, вложил деньги, это все ерунда. Мог бы, он и сам бы раскрутился. Но это становится потом, когда он уже стал известным, или более-менее. К сожалению, это чаще всего обламывается и не работает. И много там у примеров. Царство Небесное Юр Айзеншпис, он был действительно гениальный продюсер, действительно мог из толпы вычленить тех одаренных, талантливых музыкантов, на которых можно было заработать деньги. Там Макс Фадеев, Барри Алибасов есть, конечно, у нас буквально. Вот Матвиенко, Игорь там, ну... Ну, кстати, вот истинное призвание, истинный талант продюсера именно в том, что он видит, да, человека, из которого можно что-то сделать. Ну, Юра Айзеншпис, например, он в 80-е годы увидел Виктора Цоя кино, и он их раскрутил. Он увидел тогда технологию группы, он увидел потом и Влада Сташевского, и потом и Диму Билана, и так далее. У него много было проектов, и все удачные. Но, когда попадались эти распальцовки, про которые я говорил, и когда люди понимали, что они крутые, как с Владом Сташевским, и так далее, то он просто выкидывал их, и люди оказывались там, где они оказывались. Но сам-то Юра любил рок-музыку, сам-то Юра вырос на Лед Зеппелен, и сам Юра, Царство Небесное, когда он попал в больницу, уже в тяжелом состоянии, он мне звонил, обычно там, ну, 5-10 минут больше мы не разговариваем, а это он 40 минут мне рассказывал, как Билан, он записал рок-гитару, он мне по телефону с больницы ставил полные треки. Ну, он такой фанат. Он фанат был полный, и вот я говорил, Игорь, ты слушай, мы же рок начинаем, мы сейчас с Биланом тут, и на следующий день он умер. Это была как раз вот такая, ну, лебединая песня, вот он, я сам удивился, я Юрочка, я тороплюсь, нет, нет, Игорь, ты послушай. То есть сами люди, которые продюсируют и пытаются заработать на попсе, сами-то они выросли на культурной, на хорошей рок- или джаз-музыке. А зарабатывать на попсе, почему тогда не зарабатывать? Во, вот это вот ключевой вопрос, а потому что у нас страна не готова платить за хорошую, качественную музыку. С одной стороны, а с другой стороны, давайте посмотрим, все-таки, олимпийский комплекс, Крокус-Сити, битки, аншлаги, на кого? Дипепл, Назарет, Джефф Бэк, Стинка, Дипешмот. Ну это ностальгия, нет, это... Да не совсем. Ну что такое ностальгия, понятно, а вот не согласен, потому что там, ну процентов 40, 50, 30... Молодежь. Конечно, молодежи, ее много, ее реально много. И более того, я до новостей начал рассказывать, чем же занимается наш центр. Так вот, в том году я бросил клич на портале Музоушен, что мы проводим фестиваль альтернативной музыки. Так мне пришло тысячу заявок со всех концов России. Я лично отслушал 369 групп, и на финал попали у нас были там четвертьфинал, полуфинал, отборочные туры и так далее, и на финал попало там 20 групп. Мы, кстати, открыли клуб Алексея Козлова, нашего знаменитого козела на саксе, который, да, джазмена. И в этом клубе там два этажа мы проводили фестиваль на двух этажах параллельно. У меня в жюри сидели там, естественно, Алексей Козлов, Алексей Белов, Парк Горького, Оля Кармухина, там, Манукьян Сережа, Димыч Свергов, много очень известных и авторитетных музыкантов. сумасшедшая абсолютно группа есть. Я вам скажу. Гаражные коллективы откуда-то из Томска, из Устья, извиняюсь, Кисла и так далее. Вот этих всех мест, которые я название-то не слышал. Приезжают такие команды гаражные. Молодежь 18, 16, 20, 25 лет, которые играют, которые выросли на 60-х годах, на 70-х, которых тогда и мамы, папы у них пешком под стол ходили в те годы. Так они слушают качественную музыку. А почему? Да только потому, что Россия была богата на талантливых молодежь и остается, им просто не дают шанса никуда вылезти. Слава Богу, я уже на каждом шагу трублю, появился проект «Голос». Вот это меня очень сильно порадовало. То есть это та же самая альтернатива, на ваш взгляд, если вы говорите в поисках альтернативной музыки. Конечно. Мы говорили, что альтернатива это все, что отличается от этого вала. От массы. А «Голос» это вы считаете альтернативой? «Голос» я считаю проект, но слава Богу, это ко мне приезжали недавно, слава Богу, но они и меня подключили. У нас, кстати, в студии буквально пять дней назад записывали Дину Гарипову. Она едет на Евровидении, насколько я знаю. Вот как раз мы ее на Евровидении сейчас и готовим. Ну, Евровидение, это же паноптику. Понятно, но куда деваться? Вот-вот пока так. Я не знаю, что получится, но пока в Швеции записали инструментал, у нас в студии писали вокал, приезжали ко мне и Дина, и Саша Градский, Юра Аксинька. Давайте я с точки зрения такого максималиста, да, я выступлю сейчас, идеалиста. Я представляю так, вот нашлась, ну, та же Дина или кто-то другой, очевидно, да, вся страна увидела, действительно, голостища, талантливая девчонка, все, красота. Я так представляю, да, в цивилизованной какой-нибудь стране, ну, цивилизованной с точки зрения сегодняшней нашей темы. Сразу же, да, подходит продюсер и подходит кто-то и говорит, все, девочка, я в тебе вижу, за тобой будущее, давай, вот тебе контрактик и поехали. И все, и Дина стала через там пару-тройку, пять лет звездой мирового масштаба и у нее все. Вот Дине какие-то предложения, ну, помимо поехать на Евровидении, я, честно говоря, сомнительным это предложение. Можно даже пальцы, да, подзагибать, кто у нас был в прошлом году на Евровидении, кто был в прошлом году. Без упоминания имена. Да, не будем называть. И тут Дина выиграла голос, да, всероссийский Евровидение. И ей говорят, Дина, поехали вот в Усть в этот самый, как вы хотели его назвать, на Евровидение. Я бы на нее вместе, наверное, обиделся. Ну, ладно, в конце концов, она еще человек, звездной болезни у нее нет, и она согласилась. Но ей кто-то какие-то предложения серьезные сделал? Конечно. Смотрите, во-первых, проект «Голос» был на Первом канале. Первый канал, безусловно, это канал с очень хорошим бюджетом и с колоссальным медиаресурсом. И, безусловно, Дине сделали сейчас предложение, и она вообще, она мне рассказывала, она ночи не спит, она не может поверить ни во что. У нее сейчас идет один большой сон. Сказка. И она себя, да, и щипает, и в зеркало подходит, и смотрит на себя. Она не верит ни во что. Она у меня в студии писалась, она не верила, что она в студии. Она ничего не верит. Она говорит, это какая-то фантастика, и все. Не, ну, дай бог, чтобы все это реализовалось. Конечно. Но за нее взяли серьезные люди, и Саша Градский, безусловно, и так далее. И я очень надеюсь, что все-таки такие люди, как Дина Гарипова, и такая музыка, самое главное, у нас, к сожалению, во всем мире все поют на английском языке. Это нормально. Ну да. И в Китае поют на английском, и на китайском. И, ну, про Европу и говорить не надо, и в Азии, и где угодно. Но почему-то у нас английский язык не приживается. Вот у нас люди привыкли шансон, извиняюсь, блатняк, рок, это, извиняюсь, говно-рок, и эстрады, это поющие трусы, понимаете? Ну, вот такие вот понятия, которые... У нас цензура. А, цензура есть, я извиняюсь, тогда пикнем, да. Но у нас все понятия извращены. Вся музыка извращена. У нас колоссальный разрыв, у нас есть классика, которая, безусловно, является одной из лучших в мире. Есть Спиваков, есть Юра Башмет, есть многие другие музыканты, уважаемые, которые действительно нашу страну на уровне, на уровне, и достойном уровне несут культуру по миру. Но в эстраде ноль. Вернее, минус большой. И вот эта середина, разрыв между классикой и между всем остальным, она пропасть громадная. На Западе мы все прекрасно знаем. Ко мне приезжал Кедрок там пару лет назад, это мегазвезда в Америке, он муж Памел Андерсона, многие его, к сожалению, только так знают. Но это мегазвезда, которая собирает по 80-100 тысяч легко стадионы. Так он мне рассказывал, я ему спрашивал, скажи, как у вас в Америке в пропорции поп-культура, рок, там, металл. Вот он говорит, у них в среднем 60% это рок. 60? Извиняюсь, извиняюсь, 40% рок, 40% рэп, рэнб, вот эти молодежные течения, и где-то 20% поп-культура, это там, Мадонна, Бритни Спирс и так далее. Вот такой пропорции. У нас совершенно же другие пропорции, поэтому у нас, к сожалению... Подождите, опять ведь, мы когда говорим о пропорциях, нельзя же сказать, да, что мы, эти пропорции там кто-то установил. Сами, конечно, но подождите, вот смотрите, берем маленький пример, после группы Интеграл у меня была группа Индекс, Индекс мы играли целый час классику, Моцарт, Бах, Бетховен, Альбинони в рок-обработках, и я делал лекцию концерт, я не просто играл, а я рассказывал про Моцарта, какая связь эпох, связь столетий, почему я играю Моцарта, и давайте обратную связь, нравится ли вам это или нет, а связь, безусловно, была, мы по 5 концертов в день работали, но у меня первое отделение было рок, симфорок, классик рок, второе отделение у меня там 3 года пропел Альберт Асадуллин, и потом 2 года Григорий Лепс, еще он молодым мальчиком был, я его из ресторана забрал, он у меня в ресторане, в группе работал, первые профессиональные шаги на сцене он делал в Индексе, но я старался не опускаться до уровня слушателей, а чуть-чуть повыше, встать, я знаю, что все любили рок-музыку тогда, в 80-е, но вы слушаете классик рок, вы слушаете, вы смотрите звукоизлечение, смотрите аранжировки, слушайте и тянитесь к... То есть, вот у нормального, профессионального, я не знаю, цивилизованного продюсера или музыканта, у него еще миссия некая должна быть, я так понимаю, да? 100% вы правильно сказали, вот именно не надо опускаться до уровня чем пошлее, тем пошлее, не надо опускаться до уровня бабло, ну деньги важно, согласен, но не все в деньгах заточено, я не могу дома я слушать Genesis, Yes, Let's Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, а играть там умца-дрымца, ну да, джига-джага-джага или там, ну что, это я продаю свою душу, понимаете, но мне вот это неприемлемо, лично для меня, я никого не хочу судить, но для меня это конфронтация в моей голове делится тогда, понимаете, я когда в 91-м году у меня была единственная англо-российская рок-группа Red Rock с 89-го по 91-й год, я в Англии проработал, когда я приехал в 91-м году в Россию и увидел, что тут господство ласкового мая, я понял, что музыкой все, конец, и я бросил, для меня проституция в музыке невозможна, я занялся просто прервемся, послушаем новости на Финам.фм, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир сегодняшний, бизнес-класс сегодняшний посвящен интересной, на мой взгляд, теме, по крайней мере, очень зажигательной теме, как работают у нас продюсерские центры, какие задачи они решают, продюсерские центры. Хорошо. И еще раз, я напомню, сегодня в гостях у меня Игорь Сандлер, основатель, совладелец и владелец продюсерского центра и студии звукозаписи. S.I. Records. Продолжаем мы наш разговор, есть вопросы и один из них вот нашу слушательницу Викторию интересует, а как продюсерский центр зарабатывает на звездах? Ну или работая со звездами, например, насколько это все реально? Ну, конечно, со звездами, что такое работать со звездами? То есть, тут два варианта, или ты эту звезду специфик взрастил сам, и она твоя звезда при твоем продюсерском центре, как Игорь Матвиенко, Любе, Иванушки Интернешнл, Максим Фадеев, Серебро и так далее. Это, они эти коллективы введут с самого начала, и у них уже это, собственно, принадлежность к их продюсерскому центру, именно эти коллективы. И Алибасов, там, Нана и так далее. Они взращивают этих звезд и, безусловно, зарабатывают на них в той пропорции, в котором они с ними договорились. Есть контракты, есть пролонгация контрактов, то есть человек может подняться через 5-7 лет, сказать, контракт закончится, до свидания. Это уже выбор звезды. Либо он скажет, давай продолжим, но на других условиях. Абсолютно верно. Это логично. Да, конечно. Это первый вариант. И второй вариант, когда звезда сама, уже состоявшийся артист или артистка, им просто нужен менеджмент, нужен директор, нужны там костюмеры, нужны люди, которые вокруг них бегают, занимают переговоры и так далее. Да. И они сами, они могут поменять продюсера, могут прийти к другому, могут выбрать себе кого угодно. Тогда уже он диктует условия, и он себе выбирает продюсера, там директора, менеджера, арт-менеджера или трип-менеджера разных людей. Собирается команда вокруг артиста. И зарабатывается, я же еще раз говорю, это зарабатывается так, как они между собой только вдвоем и договорятся. А вообще большая арт-группа вот эта? Ну так, если о звезде говорите. все по-разному, все по-разному. Может это быть один человек, может быть 10, может быть 30 человек, смотря какое шоу, может быть разово на проекты собирается, если тур по России, например, или по Европе собирается команда, и они обслуживают артиста в течение тура. Или постоянно работает, безусловно, директор, администратор, это всегда секретарь, у любого более-менее нормально зарабатывающего артиста есть два-три человека, помощники, которые с ним работают. Есть они сами по себе. Есть они от продюсерского центра, то, безусловно, эта команда работает в центре, и у них уже набор артистов, как молодых, так и взрослых. Я, например, ну, я близкий друг Игоря Ларионова, этого нашего известного хоккеиста, так вот он, я сделал пару клипов его дочкам, Алена и Даяна, у него две дочки, великолепно поют. Так вот он приезжал в Россию, мы им помогали здесь запись сделать. Они живут в Америке? Так вот он мне рассказывал, он из-за них, из Детройта, где центр хоккея, он переехал в Лос-Анджелес, и он два года там прожил ради дочек, чтобы им помочь немножко подняться как вокалистам. Они там отправляли работы на Американ Айдол и так далее. Так вот, он как раз устроил Даянку в одну компанию, в продюсерский центр большой, как по-русски, если я. Они рассказывали, вот они, их система работает. Они берут там пять коллективов, также они вот внутренние чувства выбирают, на кого они делают ставки и равно вкладывают в них деньги. Например, по сто тысяч долларов каждого. Проходит там три-четыре месяца, полгода. Они сборят сразу ротация, сразу и интерес, обратную связь с народом. И вот они рассказывали, они один бой с Бен там выбрали, и они в него сто вложили, во всех сто. Потом они пошли очень серьезно, в них триста тысяч, полмиллиона долларов в ротацию. А потом там не они, а пятые, например, девочка стала резко набирать обороты. Так они закрыли четыре проекта, а в эту девочку вложили два-три миллиона. Да, не, бойс-бэнд оставили, но совершенно уже на том же бюджете. А в нее вложили пять миллионов, и она оказалась Бритни Спирс. То есть она заработала в итоге сотни миллионов, да. То есть это уже идет на... Это опять профессионализм, да? Абсолютно. Это чуйка. То, что вот я говорил, Юра Айзеншпи, из Царства Небесной или наши вот эти пять-шесть... Либо с другой стороны, Игорь, я правильно понимаю, вот эти ваши коллеги, американские, которые вы рассказываете, они в какой-то момент вовремя просто, да, подсуетились. Конечно. Потому что сначала девочка даже не показывала особых, да? Абсолютно. Правильно вы говорите, но я же... Это профессионализм. Конечно, это чуйка, это чутье менеджера и продюсера, вернее, который видит, на кого ставить. Но вначале, как вы знаете, кутята рождаются там... не все одинаковые. Не все одинаковые. Пять-восемь собака родила. Но кто будет хорошо охранять, а кого себе оставить из восьми? Ну, трудно. Трудно. Смотрим пока по внешнему виду. По красу, да. По красу, внешний вид у кого хороший, пятнышки там ровненькие. Но потом мы уже понимаем и вкладываем деньги. А потом соседний щенок будет этого щипать и мясо себе забирать, и он прорвется. Вот он настоящий. Так же и здесь. Ну, это такой жесткий, да, все-таки бизнес. Ну, смотрите, вообще шоу-бизнес в большом понимает не жесткий, а очень жесткий бизнес. Потому что, действительно, это драка за... Это миллионы, это сотни миллионов, это миллиарды денег крутится в шоу-бизнесе. И, действительно, это римляне же говорили, это никто не придумал. Хлеба и зрелищ. Все. Вот нам надо покушать и посмотреть. Но что посмотреть? Вот тут уже человек платит деньгами. Что он за... Куда он пойдет? Там на байк-шоу, на концерт, на хоккей, на что угодно. Давайте так. Эта тема важная, безусловно, я бы сказал, стратегически важная. Но, тем не менее, вот мы о ней уже начали говорить. И сравнение, да, Америка, ну, я не знаю, Запад, и Россия. Да. Вот эти пропорции, о которых вы рассказывали. Но изначально все-таки на чем это основано? Ведь я так предположу, чтобы вот эти пропорции в тех же Штатах выстроили, да, что 40% населения любит рок, 40% классику, 20%... Да. Чтобы эти пропорции выстроились, ну, какое-то время должно, да, какая-то ассимиляция должна быть, правильно? Чтобы, я не знаю, та же самая миссия, да, человек, искусство, у него есть, помимо того, что он хочет заработать денег, у него есть миссия, он должен предлагать, да, лучшее, лучшее к потреблению, что называется, да, вот в Штатах как это происходило? Конечно. Вы абсолютно правильно вопрос задали, и действительно, это так и есть. Но, маленькая разница, Америка, она плавно и постепенно, поэтапно развивалась. Вся Америка, как капитализм, как бизнес, так и музыка. То есть, откуда появился та же рок? Безусловно, из блюза, из джаза, вы знаете все, ну, может, не знают все, что Франк Сенатор, когда пел эстраду, когда он запел блюз, от него отвернулись все, родители от него отвернулись, потому что блюз, это была музыка чернокожая, и они пели, как можно вообще, она была запрещена даже в Америке, джаз, в те, в 20-е, в 30-е годы, то есть, у них, я всегда говорю, дерево без корней не растет. Рок-культура, она естественным образом родилась в Англии, естественным образом, от блюза, от рок-н-ролла, 50-х, Элвис Пресли, к поп-року 60-х, где Битлз, Роллинг Стоунс, Бич Бой, Кингс и так далее родились, и потом плавный переход, конец 60-х, это всплеск уже рок-культуры и зарождение хард-рока, это Джимми Хендрикс, Блэк Сэббет, Лед Зеппелин, Грэнд Фанк, первая рок-группа, у меня был в гостях Марк Фарнер, Грэнд Фанк, основатель, который, основатель вообще тяжелой музыки в Америке был, был, так вот он мне рассказывал, в 69-м году в Америку приехал впервые Лед Зеппелин, а они уже, Грэнд Фанк, были популярны, у них была аппаратура столько, они на острове давали концерт, так с острова на берегу выстраивались там тысячи людей, послушались, какие звуки с острова несутся. То есть этого было достаточно, да? Конечно, все было слышно. Так вот, они построили сцену 6 метров высотой, и Грэнд Фанк были на разогреве у Лед Зеппелина в 69-м году. Так вот, они играли там 40 минут, час, и толпа их встречала с дикими криками, с восторгом. Но когда Питер Грант, продюсер Лед Зеппелин, начал нервничать, он сказал продюсеру Грэнд Фанка выводи своих со сцены, и тот подбежал к рубилю, короче, вырубил свет. И потом Лед Зеппелин, когда вышли в второе отделение работать, ползала ушло, освободили площадь, вы представляете? То есть Лед Зеппелин тогда, вот первые шаги вообще тяжелой музыки. Но это я отвлекся просто. Грэнд Фанк просто был у меня в гостях, и как раз тоже и на радио, и пел под акустику. Это сумасшедшие люди. Это здорово, конечно. Вот, но я к чему говорю, что там это развивалось поэтапно. Потом всплеск колоссальной 70-е годы рок-культуры, это, я всегда говорю, небеса открылись, и колоссальный поток энергии с неба пришел на землю, и те музыканты, которые были настроены, знаете, антенки, были настроены на эту энергию. Нет, конечно. Вот они ловили, они были первыми. Вот возьмите 70-е годы. Любую группу мы возьмем, Дорс, Дженесис, Ес, там, Криденс, опять перечислять не буду. Вот два-три аккорда, я вам скажу, какая группа играет. Не надо мне с закрытыми глазами. А сейчас, сейчас я альбом прослушаю, я в жизни не угадаю, что это за группа. Да только потому, что идет настолько обезличенное усреднение, настолько люди пытаются друг у друга все содрать и играют одинаковую музыку. Скучно, господа, просто скучно. А тогда небеса открылись, энергия пришла, антенки поймали и дали выплеск колоссальный. Потом пошла уже 80-е годы, ну, конец 70-х, панк-культура, нью-вейв, потом глэм-рок, потом 90-е годы, гранж, там, нирвана, саундгарден, рейдж-гэнс-дэ-машин, и плавно пришли в нулевые, где уже все пошло на спад. А 10-е годы, ну, вообще сейчас деградация. И не только в России, вот что характерно. Сейчас в мире вообще идет колоссальный спад и действительно обезличивание. Сейчас, безусловно, растет очень клубная музыка. Даже те направления, которые буквально вчера были модны, хип-хоп, там, рэп, R&B, они тоже заморозились, и они тоже уже варятся в собственной каше. Конечно же, Питер Гэбриэл, красавец, там, лет 15 назад, 20 даже, ну, 15, наверное, начал играть уже в world music. Это мировая такая музыка, где стили смешиваются друг с другом до мельчайших деталей. То есть в одном произведении вы можете услышать и элементы классики, и рэп, и хип-хоп, и метал, и джаз, и то есть это вот, именно вот этот замес, он сейчас и интересен. Но он интересен, почему пришли к замесу именно, да? Потому что нет аппетита на каждое блюдо, Конечно. Оно стало неинтересно. Конечно, абсолютно верно. Но, опять же, я лично считаю, мое мнение, что перед любым подъемом должен быть спад. И я лично считаю, что все развивается по спирали. И действительно, мы очень резко с 60-х годов, даже с 50-х, музыка менялась, трансформировалась, числа вперед, и новые, абсолютно новые веяния, они вытесняли старые, и старые уже становились вчерашним днем или классикой. Я считаю, Zeppelin, Beatles, Scorpions, это все классика, просто у каждого десятилетия есть. Это ничуть не ниже Моцарта, Бетховена и Баха. Абсолютно, я их не ставлю ниже. Такая музыка, да? Тогда были такие инструменты. Тогда был Бах Бетховен, Моцарт, сейчас Рахманинов, потом Шостакович, Шниткет. Это же колоссальный вообще подъем, но это все вчерашний день. Сегодня колоссальный спад вообще во всем, но громадный подъем в интернете. То есть люди все ушли в интернет-ресурсы. Сейчас идет такое зомбирование через интернет. Люди живут уже абсолютно в другом ритме. Если 20 лет назад... В другой действительности, я бы сказал. В другой действительности. Мы еще жили как-то... На носу могли почесать. Реально. И репу почесать, как говорится, пару минут. Сейчас нет этих двух минут у тех, кто живет в динамике. Конечно, остались те же молодые люди, которые в 30 лет уже пенсионеры. Они сидят на диване и пьют пиво. Но большинство сейчас и в моем возрасте, те, кому и 50, и 60, активные, которые хотят чего-то добиться и которые действительно держат нос по ветру. Я очень надеюсь, я для этого, собственно, и создал продюсерский центр и студию, чтобы собрать вокруг себя талантливую молодежь, саккумулировать большую энергию тех людей, которые по России у нас, которых достаточно много. И в надежде, что в ближайшее время в один момент все-таки мы выстрелим и станем таким альтернативой. Игорь, еще раз новости на Финам.фм, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем, а точнее, к сожалению, последняя часть нашего эфира. Осталось 12 минут. Мы говорим сегодня с Игорем Сандлером, основателем и владельцем продюсерского центра и студии звукозаписи SI Records о том, как нелегко, да, нелегко создавать продюсерский центр. Ну и вообще, как этот бизнес в России, по крайней мере, выглядит не совсем уж так презентабельно, привлекательно. Если можно, Игорь, еще все-таки вот об этом кардинальном отличии, да, ну понятно, о вкусах не спорят, а точнее спорят и надо спорить, ну как минимум вам, да, как это один известный дяденька говорил, вы люди искусства, с кем вы люди искусства? Так вот, конечно же, да, если вы, так сказать, обладая определенными знаниями, умениями, ну и что там говорить, да, человек искусственный, человек творческий, он как раз поймал вот то, что вы говорили, помните, в 70-е годы он поймал это божественное какое-то... антенка у него есть, да, у остальных нет, это не хорошо или не плохо, просто все люди разные, а вот тот, у кого есть эта связь, да, эта связь со Всевышним, он, естественно, должен таким образом с ней, ей уделиться этой связью, да, и поднимать общий какой-то... А у нас что-то получается иначе. Ну, вообще, на самом деле, это большой грех, если ты антенка, получаешь энергию и не отдаешь ее людям, это большой грех, потому что каждому человеку Господь Бог дал таланты, разные таланты. Если мы сидим на диване и ничего не делаем, это плохо, это уже минус. Ты вроде ничего делаешь, ни хорошего, ни плохого. Ну, как минимум плохого-то я ничего не делаю, да? А это заблуждение. Ты делаешь плохое, ты не отдаешь себя. Каждый человек, это какая-то антенка. Я лично себя считаю, я антенка музыкальная. Я вот, я так себя позиционирую. И я просто обязан отдавать то, что мне Господь дал, мой талант, мои знания, то, чему я научился, людям. И мне кажется, это обязательные условия. И если каждый человек будет отдавать хотя бы чуть-чуть себя другому, то мир будет совершенно другим, реально другим. И ручки должны работать. Как вчера я был, кстати, давайте поздравим все сегодня день рождения у мамы Александра Барыкина, Александра Георгиевна. Я вчера был у нее, ну, вечером сегодня не смог уже ехать, поздравил ее. Она в Люберцах живет. Саша Барыкин был близким очень моим другом. Так вот, Саша Барыкин, он нес ту культуру, которая в нем сидела до мозга косей, в каждой клеточке его организма. И он как раз один из немногих музыкантов, которые руками тут у вас радио не видно, но делал не так к себе руки, гребли к себе деньги, бабло и так далее. Как снегоочиститель, да, как снегоочиститель. А наоборот, у него механика, его души работал руки от себя. Мы с ним много раз были и на гастролях, и в гостях он ко мне приезжал в разные города. Так он только получал где-то гонорар. Первое, что он делал, бежал на почту и отправлял женам, детям, маме и оставлял себе две-три тысячи рублей вот доехать, покушать обратно. И все. Вот это для меня святой человек, царство и небесное. И вот таких людей побольше бы. И когда мы с ним летали в Израиль, племянница к моей на свадьбу, он там выступал, и когда он увидел, что началась свадьба с Мокон де Вота и Ди Пепл, а потом Равин пел Псалмы Давида, у него пробила слеза, он плакал, его колбасил, он говорит, я такого кайфа не испытывал никогда. То есть от Ди Пепл до Псалмов Давида это как раз прослеживалась та связь поколений, да, та связь колоссальная, тысячелетняя история, вот она связь с вами, с Ди Пепл, Смокон и Вота. Это дорогого стоит, эти эмоции, эти люди, и в общем-то что говорить, я лично... Вот с этой точки зрения ваш взгляд, как профессионалы, ваш взгляд, у нас ситуация изменится в ближайшее время, или для этого действительно, вот мы сейчас об Америке говорили, о Европе говорили, о Западном мире говорили, эта эволюция, она естественно подразумевает большой период времени, а у нас он, ну, по крайней мере, после того, как закончился Советский Союз, это 20 лет всего, мы не можем все сразу же за 20 лет, правильно? То есть мы должны просто сейчас смириться, удобрять, удобрять, удобрять вот этим всем, то, что творится кругом, да, в подавляющем большинстве, и со временем, наверное, придем к тому, что у нас будет уровень, и у нас будет, так сказать, определенный... вы абсолютно все правильно говорите, на самом деле, две вещи на государственном уровне, которые меня порадовали в последнее время, первый, я уже сказал, это проект «Голос», и второй, это проект Владимира Владимировича, Путина, мочить генералов и казнокрадов, начиная с министра обороны, вот это меня неожиданно, но порадовало, я думал уже, ну, рутина, чиновничий, беспредел мощнейший, и никогда никто ничего не поменяет, я понимаю, что это мизер, начать с министра обороны, воруют все их глобально, но это все равно радует, это какой-то маленький лучик через стучки просвечивается, и правильно вы говорите, надо удобрять почву, вот я за собой считаю, это миссия удобрять почву до той поры, и поливать ее, пока вот эти росточки через бетонный асфальт талантливых молодых людей в России, их не станет много, и безусловно, сто процентов, наше поколение старшее, старая гвардия уйдет завтра или послезавтра, придет молодежь, так мы должны им помогать продвинутой, современной молодежи, не тем, которые копируют этих одноразовых поп-звезд и пытаются сделать то же самое и рубануть в бабло, как они говорят, а ту молодежь, которая, им не нужны деньги, деньги вернее всем нужны, но глобально для них есть принципы жизненные, вот это очень важно, что есть много молодежи, у которых есть принципы, они принципиально не хотят идти ни в поп, ни в шансон, ни в этот непотребный рок, и хотят играть хорошую музыку, хотят выражать себя, нести эмоции, это, я считаю, самое главное, и моя задача поливать и сдабривать эту почву для них. Это здорово. Дай бог, да, действительно, чтобы такой молодежи становились все больше. Кстати, вот вы рассказывали о конкурсах, которые проводили в поисках талантов, а потом, соответственно, да, несколько туров, награждения. Вот эти ребята, они все, они... Да нет, не все. Они на этом и заканчивают свою творческую. Все, я им, во-первых, даю, вот тот же, у меня студия звукозаписи, студия очень серьезная, с очень серьезной техникой, я им даю возможность у нас записываться бесплатно для тех, кого я считаю действительно талантами. Более того, наш продюсерский центр, помимо этого, занимается еще привозом сюда мегазвезд. Например, 3 декабря, маленькая такая история, у нас все же объявляли 21 декабря конец света, если все помнят, Так вот, 3 декабря я позвонил. Накануне конца света. Накануне конца света. За 2 недели. Важно. Важно, да. Я звоню в Америку, в Лос-Анджелес, моему старому доброму другу Кири Келли, это гитарист Алис Купера, с которым у меня там телемост и так далее. Я говорю, Кири, а давай конец света в Москве встретим, собирай там банду и приезжай. Я сначала, честно скажу, я думал, я пошутил так, просто в разговоре. Вдруг 4 декабря мне он присылает список, там штук 30-40 фамилий, мегазвезд. Я выбрал Грэм Боннет, Рейнбоу, который супер вокалист, Фил Фьюзен, бас-гитарист, Ози Уозборн, Джимми Пейджа, Рич Блэкмора, Чаз Вест, вокалист Форрена, о котором Кейт Ричардс, гитарист Роллингсон, сказал, что я знаю двух вокалистов, Роберт Плантлодзепелин и Фредди Меркури Квинн. Так Чаз Вест не уступает обоим, он замес их двух. Это сумасшедший человек. Потом этот самый Скотт Уоррен, это клавишник Дио. Кто еще? И этот самый... Ой-ой-ой. Чат Стюарт. Это барабанщик там... Пусик... Не Пусик, это наша... Не дай бог. Как она, да? Подождите, группа. Короче, сейчас вспомню. Ну, надо. Короче, я собрал шесть мощных музыкантов, привез их в Россию. 18-го числа у меня был один концерт. Вечером они в вечерний ургант их сразу забрали, они у меня там выступили. 19-го днем громадная пресс-конференция. Вечером они на Рок-ФМ там выступали. Потом ночью поехали в Секстон к хирургу. Там был день рождения Александра Монина, группа Круиз, Царство Небесное. Всю ночь мы там выступали. И 20-го в Мюзик Тауне был клуб, клубный концерт большой. И в ночь мы все работали. Почему, вы думаете, конца света не было? Да мы разогнали тучи руками. Такие рокеры приехали. Так чему я это говорю? Вот эти музыканты, у меня когда была пресс-конференция, они с теми, которые в моем центре вот молодые, молодая поросль, они вместе джем делали. Они мастер-класс им делали. Они учили играть. Для молодежи это... Это супер. Вот я им даю возможность встречи с такими. Недавно ко мне приезжали ACDC Хрис Лейт, барабанщик, Бобби Рандинелли, барабанщик Рейнбоу, вокалист Джон Караби, Метли Кру и так далее. И я давал возможность у меня в центре, чтобы они давали мастер-класс, общались в пресс-конференции. Это дорогого стоит. То есть это молодые музыканты из периферии, из колхозов, извиняюсь, приезжают в Москву, и они сразу встречаются с мировыми звездами. Мировыми. Это вот то, чем мы занимаемся. Плюс того, я их печатаю, у нас два журнала. Классик-рок английский журнал мы здесь переиздаем. Метал Хаммер, немецкий журнал мы переиздаем. Я о них печатаю статьи, а я о них печатаю фрагменты. У меня в Библиоглобусе свой стенд, я их диски там продаю. В общем, что могу, то и делаю. Вот, вот, что могу. И аплодисменты вам, как минимум, да, потому что, ну, действительно, это огромный вклад, огромный вклад в то, о чем мы сегодня говорили, да, чтобы культура общая, вот восприятие, да, обычного слушателя росла, и не уподавались мы каждый раз вот этому непонятному абсолютно «искусству», в кавычку, я бы сказал. Но у вас же есть коллеги, у вас есть товарищи, у вас есть, да, соратники. Они-то стоят на этих же позициях. Или вы делаете усилия, но они, вы же понимаете, да, в глобальном смысле они, может быть, и... Понятно. Смотрите, один в поле не воин, безусловно, с одной стороны. С другой стороны, пять пальцев на руке, один пальчик сломать легко, но когда пять согнутся вместе, а не кулак, тогда мы прошибем. И есть промоутерские компании, вот хочу отметить, Евро Интертейнмент, это Ильдар Бакеев, мой близкий друг, он эксклюзивно приводит в Россию Синга, Мадонну, Квинн, Джефф, и так далее, то есть монстр. Вот когда он приводит Найджел Кеннеди, это один из самых ярких скрипачей современности, который в консерватории выступал, фрик полный, там мы с ним интервью делали, но это сумасшедший человек, я о нем отдельно могу 20 минут рассказывать. Так вот он, когда приводит их, мы организовываем опять же встречи, пресс-конференции. Когда билеты какие-то у него остаются, он мне их отдает, я бесплатно приглашаю школу свою, учеников своих, своих музыкантов. То есть безусловно, есть какие-то у меня друзья, команда, которые мне стараются помочь, которые такие же, как и я, больные на голову. Больные на голову в хорошем смысле? Все вы были такими больными. Вот мы хотим, чтобы Россия шла вперед в хорошем направлении, в правильном. Вот это главное. И, конечно, у меня есть друзья, которые мне помогают. Ну, вы как считаете, вот, опять же, с масштаба России этого достаточно? Или все-таки какие-то другие усилия государственные? Конечно. Я бьюсь во все стены. Я кричу на каждом углу. Дорогие министры культуры и так далее. Например. Хоть чуть-чуть помогите. А самое главное, хотя бы не мешайте. Потому что часто еще и палки в колеса вставляют. Мы сейчас построили обалденный центр. Лучший в Европе. Сумасшедший центр. У нас самый большой клавишный музей клавишных инструментов. У нас музей Битлз. У нас там, ну, дизайн сумасшедший. Там пресс-конференции, концерты проводим. Но у меня сейчас здание это хотят отнять. Вы понимаете? То есть, ну, тут на ровном месте палки в колеса вставляют. То есть, борьба уже не только помочь, а борьба порой и отстоять. То, что уже сам завоевал. Я никогда в жизни ни одной копейки из бюджета не взял. Только вот зарабатываю днем, ночью трачу. Но хоть не мешайте, дорогие правители наши. Да, дорогие правители. К сожалению, к сожалению, вот так вот мир устроен, что мы должны воевать не только. Приходится все время, да, все время сражаться, все время в тонусе. До обеда с голодом, после обеда с сосном, да. Игорь, огромное вам спасибо. Очень интересная беседа сегодня произошла у нас с вами. Я рад, что вы в гостях были сегодня. Уважаемые слушатели, это был Игорь Сандлер, основатель и владелец продюсерского центра и студии звукозаписи SI Records. Мы сегодня поговорили о том, как выглядит бизнес в продюсерских центрах, ну и поговорили о многом хорошем. Спасибо огромное за внимание, всего хорошего, успехов в бизнесе. Спасибо большое.